Здравствуйте! С вами Светлана Цветкова. Рада приветствовать вас на канале Вязаные Игрушки. Майя Мастерская. И сегодня я хочу с вами поделиться ниточками, которые я использовала при вязании вот такого вот волчонка. Ниточки для меня необычные, потому что обычно я вяжу из гладких ниточек с составом хлопок, хлопок и акрил. А вот такие вот попробовала первый раз. Мне очень понравилось. И хочу с вами поделиться, что мне понравилось, какие особенности есть у ниточек и какие, и что мне, ну, скажем так, не очень понравилось. Итак, что же это за ниточки? Это ниточки называются Пушинка. Производитель пряжи из Троицка. Вот это вот такой вот моточек, вот этот вот беленький, он у меня только что начатый. Обратите внимание, вот так вот он пушится. В состав я скажу, почему он так пушится. Вот, и вот такой вот серенький я использовала для вязания вот этого волчонка. Значит, моточки по 50 грамм и длина ниточки 225 метров. Сразу же скажу, что вот этого моточка мне хватило на вязание волчонка. Плюс я еще вязала, пока экспериментировала, детальки. То есть у меня там есть несколько ручек связанных, несколько ножек, даже голова отдельно практически связана. И при этом у меня остался вот такой вот еще остаточек. Я надеюсь, что его хватит на второго волчонка. Вот, думаю, что если бы я не вязала дополнительные детальки, вот пробные, то точно бы хватило. А вот сейчас у меня есть сомнения, хватит или не хватит. Но у меня есть белый моточек, который я хочу использовать и связать в мышонка белого по описанию волчонка. Ну, это попозже я вам скажу, досмотрите до конца. Итак, состав этих ниточек это 50% козий пух и 50% шерсть. И вот я думаю, что как раз благодаря пуху вот такая вот получается пушистость, извините за тавтологию. Вот, то есть игрушечка получается не гладенькая, а очень приятная, немножечко колючая, но не сильно колючая. Я не люблю колючие вещи, вот, а здесь такая приятная, приятные тактильные ощущения. Мне нравится. Это очень приятно, прям такие положительные эмоции. Вот, но если вы вяжете вещи, то, возможно, вам это свойство ниточек тоже пригодится. По рекомендованному крючку, здесь вот ничего не могу сказать, потому что здесь только рекомендованный номер для спиц. По крючку вам нужно будет определять самостоятельно, какой номер подходит для вас. Смотрите. Значит, изначально я взяла крючочек номер 2 и вязала им. Советую вам сначала связать вот такой вот небольшой кружок разными крючочками. То есть вот этот вот я связала крючочком номер 2. Вот здесь вот я, мне показалось, что образуются дырочки, поэтому я взяла крючок 1,5. И вот этот вот кружочек связала крючочком 1,5. Значит, что я скажу, крючочек 1,5 мне вязать было неудобно, потому что зацепляла головка нитки. То есть прям вот очень неудобно вязать, поэтому 1,5 слишком маленький. Но двоечка с другой стороны мне тоже показалась большевата, потому что в некоторых местах образовались дырочки на малыше. Особенно там, где много наполнителя я вложила. Поэтому для того волчонка, для той игрушечки, которую мы будем вязать на курсе, волчонок-обидка, я возьму крючочек средний между 2 и 1,5. Я куплю 1,75 и буду пробовать. Также сначала свяжу кружок и посмотрю, удобно ли вязать, нет ли дырочек. И сделаю выводы. Но вам точно так же нужно будет с крючочком и с нитками в руках подобрать, какой номер крючка для вас подходящий. Я вяжу достаточно плотно, поэтому обычно у меня просветов в вязании нет. Значит, из особенностей ниточек, о которых бы хотела сказать, значит, здесь есть такая особенность, распускать детальки трудно. То есть, вот я взяла какую-то детальку, сейчас я вам попробую показать. Вот эти вот пушинки волоконца, они зацепляются, и некоторое время вам может быть удобно распускать, но потом вот немножечко зацепилось волоконце, да, например, когда вы крючок вводили. И вот здесь вот распускать трудно, да, то есть вот прям нам приходится достаточно часто вот таким вот образом петельку поправлять, вот, и распускать дальше. То есть для себя я сделала вывод, что лучше сразу же вязать четко, считая, чтобы потом не тратить времени вот на такое распускание. Конечно, это не гладкие ниточки, которые удобно распустить, а вот такая особенность у этих ниточек есть, учитывайте ее. Лучше сразу связать правильно по описанию, чем потом распускать, да. Ну, или вообще, если деталька небольшая, я иногда предпочитаю, вот, если столько связала, да, вижу какое-то количество петель не совпадает, лучше я вообще эту детальку отложу и выброшу на самом деле, чем тратить время на распускание. Что сказать по стоимости моточков? Значит, во-первых, моточки, вот эти вот пушинки и ниточки есть не во всех магазинах. Я их увидела в магазине Искусница, потрогала, и вот на ощупь мне они, во-первых, показались подходящими, и, во-вторых, цвет для волчонка показался тоже подходящим. Вот. Стоимость в Искуснице сейчас, я смотрела, по-моему, около 170 рублей, но в интернете можно найти дешевле, там, 150 рублей моточек, вот, и главное, чтобы были нужных вам цветов, вот. То есть, в принципе, ниточки недорогие, я считаю, что достаточно бюджетные, вот, и для того, чтобы попробовать что-то новое, да, чтобы у вас получилась, например, игрушечка не гладенькая, а немножко другие ощущения, да, вот такая вот пушистенькая, немножко колюченькая, другая по виду, чем гладкошерстные игрушки, то советую вам попробовать эти ниточки, возможно, вам тоже понравятся они, и вы тоже свяжете своих каких-то пушистиков, котиков, зайчат, волчат, мне кажется, что это подойдет замечательно. Ну, и вот, из беленького, как я и говорила, я попробовала связать мышонка. Если вы обычно вяжете, как и я, из ниточек гладких, хлопок, хлопок плюс акрил, то я вам очень советую попробовать и такой вариант, потому что, возможно, вы возьмете для себя что-то новое, этот материал тоже вам понравится, и вы будете добавлять, и какие-то вот детальки такие пушистенькие в вашей игрушке, возможно, будете комбинировать гладкие ниточки и вот эти вот ниточки. В любом случае, советую вам попробовать не останавливаться на одном материале, которым вы пользуетесь, экспериментируйте. И в связи с экспериментами я зову как раз вас на курс по вязанию вот такого волчонка обидки. Курс начнется 23 сентября, и мы будем с вами вязать волчонка, но я, раз курс у нас экспериментальный, хочу как раз по этому же описанию связать мышонка или крысенка. Вот, поэтому вы тоже сможете выбрать, кого вы хотите связать, волчонка или мышонка. Возможно, у вас вообще какой-то новый персонаж родится, и вы захотите связать крикодильчика, взяв ниточки других цветов. Вот, курс на то и эксперимент, что мы будем пробовать новые. Пробовать новые ниточки, пробовать для кого-то новый вариант крепления лапок. Это шплинтовое крепление лапок и шплинтовое крепление головы. Будем пробовать новое оформление глазок. Вот такие вот у нас глазки будут живые. Я вам покажу, каким образом это сделать. Плюс новый наполнитель, который вы, возможно, не пробовали. И вот как раз с этим наполнителем, мне кажется, лечебный эффект у волчонка появляется. Он превращается в игрушечку-антистресс. Послушайте. Вот такой вот интересный, во-первых, звук, во-вторых, эффект. То есть, игрушечку можно вот таким вот образом помять. И на самом деле это очень приятно. И благодаря материалу, который мы с вами будем пробовать, я очень надеюсь, что вы согласитесь со мной и попробуете этот материал. Найдете его. Найти его несложно, но есть свои особенности. Расскажу. Вот. И у вас тоже получится вот такой же пузатик. Увесистый и прикольный. Материал на самом деле достоин того, чтобы его попробовать. Вы удивитесь, какой интересный эффект он дает. Если вы захотели связать своего волчонка, то под это видео я поставлю ссылочку на тему, где можно подробно прочитать про курс и присоединиться к нему. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Вы возьмете в свою копилочку и вот этот вот материал, который, может быть, добавит вашим работам еще что-то интересненькое. И до встречи на новых видеоуроках. Светлана Цветкова. Светлана Цветкова.